IELTS, TOEFL, CEE, все эти международные экзамены, так сложно разобраться, где сдавать, сколько, зачем вообще все это нужно, поэтому сегодня как раз поговорим об этом. Меня зовут Анастасия, это канал Puzzle English, и поехали! Итак, ребята, начнем с вами с того, что мы выясним, зачем нам сдавать международные экзамены. Ну, во-первых, они нам нужны для того, чтобы поступить в ВУЗ за границей, да, нам нужно предоставить бумажку, которая будет подтверждать, что мы владеем языком на таком уровне, что можем воспринимать лекции, выполнять домашки, ну и, в принципе, учиться в высшем учебном заведении. Вот, дальше международные экзамены нужны для того, чтобы работать за границей, да, если у вас предоставилась такая возможность, почему нет, вот, и часто тоже даже требуются эти сертификаты при приеме на работу у нас в России, да, которые подтверждают, что вы знаете язык на таком уровне. Теперь переходим непосредственно к особенностям и различиям между этими экзаменами. Во-первых, я бы разделила международные экзамены по английскому языку на две группы основные. Первая группа это IELTS и TOEFL, вторая группа это Cambridge exams, кембриджские экзамены. Почему? Потому что IELTS и TOEFL действуют только два года, в то время как сертификаты, которые вы получаете в результате сдачи кембриджских экзаменов, действуют всю жизнь. То есть вы получили этот сертификат и все, в ус не дуете. Дальше поговорим о разнице между TOEFL и IELTS. Во-первых, IELTS это британский экзамен, TOEFL это американский экзамен. Почему важно об этом помнить? Потому что все-таки это два разных варианта языка. Здесь могут быть различия в грамматике, в vocabulary и даже в spelling в написании. Вот, например, да, в американском варианте пишется color без you, в британском с you. Да, так что помните об этом. Ну, вот, дальше у нас различия в том, что IELTS самый популярный экзамен во всем мире. Он принимается больше, чем 100 странами. Огромным количеством вузов в Европе и даже в самой Америке. Вот, так что выбирая между этими двумя экзаменами, ну, нужно, конечно, всегда консультироваться с той организацией, да, для которой требуется этот сертификат. Вот, но все-таки выбирая между двумя экзаменами, я бы лично выбрала IELTS, потому что он универсальный. Да, если вам нет, не принципиально какой экзамен сдавать, лучше IELTS, потому что он самый популярный. Вот и все. Вот, можно заканчивать. Вот, дальше в чем у нас различия в том, что TOEFL это полностью компьютерный тест. То есть вы, у вас нет общения с реальными людьми, вы сдаете тест, выбирая варианты на компьютере. Вы, когда даже переходите к части speaking, наговариваете свой ответ в микрофон и просто впоследствии, ну, люди, которые, да, занимаются проверкой этих экзаменов, проверяют вашу записанную речь. В то время как IELTS это очный экзамен, то есть вы приходите в какое-то учебное заведение, пишете там все на бумажках, все заполняете, прям как на ЕГЭ, да. Вот, и speaking ведется с экзаменатором, то есть с реальным человеком, который вам задает вопросы. Вот, то есть тоже, выбирая между этими двумя экзаменами, учитывайте этот факт. Если вам некомфортно и боязно общаться там с носителями языка, TOEFL, да, если наоборот вам комфортно все-таки среди людей, бумажек и всего прочего, IELTS, да. Вот, дальше поехали к структуре экзаменов. Здесь тоже есть различия. Во-первых, у нас есть General IELTS и Academic IELTS. General, общий, на IELTS сдается для, в основном, для миграции, либо для, например, работы за границей. В то время как Academic в большинстве случаев требуется либо в вузы, хотя тоже это необязательное правило. Вот, либо это требуется тоже для каких-то специфических работ, например, где нужно проверить, как вы владеете именно научным языком, техническим языком и прочее. Вот, потому что General IELTS, вообще, на самом деле, различие между этими двумя типами IELTS проявляется только на письме. Потому что в письменной части, если это General, общий IELTS, там будет задание написать письмо. Письмо тоже такого практического характера, типа там попросить своего владельца квартиры, где вы живете, да, которую вы снимаете, там перенести, например, дату оплаты, либо попросить закончить контракт. Вот, то есть такие практические жизненные ситуации. И вторая часть Writing — это эссе. Там тоже четыре или пять, по-моему, четыре основных типа эссе на разные темы. Вот, в то время как в Academic IELTS первая часть — это будет описание какого-нибудь графика, либо таблицы, либо вот что-то такого. А вторая часть тоже эссе. Вот, то есть только различия в Writing, но все равно они важны. А у TOEFL только один тип. У него нету разделения на General и Academic. Он один, сам по себе существует. Вот, такие дела. Дальше, в принципе, в самой такой общей структуре различий нету у них, у обоих экзаменов. Четыре части — это Reading, Listening, Writing и Speaking. Вот, но есть различия в характере заданий. Если в IELTS вы где-то должны сделать множественный выбор, да, то есть это, ну, например, написано какое-то предложение, и вам нужно правильно вставить какое-то там слово, например, предлог, и выбрать из каких-то опций, из вариантов, которые предлагаются в экзамене, да, правильный. Это множественный выбор. Могут быть задания такого характера, может быть, что-то вставить, да, слово самостоятельно какое-то, да, то есть вы вписываете прям слово либо циферки, либо прочее, то есть там совершенно разные задания. В TOEFL это в основном, не в основном, а полностью это множественный выбор, да, то есть это Reading вы выбираете из предложенных вариантов, Listening тоже самое, и в Тесте, да, тоже самое вы делаете. Вот, еще у нас есть различие в Writing между двумя экзаменами про IELTS, я вам уже рассказала. В TOEFL вы слушаете лекцию и потом делаете заметки, то есть как бы конспект составляете, вот, и потом вам будет задан вопрос по этой лекции, вам нужно дать развернутый ответ. Вот, и, кстати говоря, в TOEFL еще это задание объемнее, то есть в IELTS в части эссе вам нужно написать от 200 до 250 слов, в то время как в TOEFL от 300 до 350 слов. Вот, дальше у нас еще есть, конечно, разница в части Listening, в аудировании. В IELTS вообще у вас будет четыре секции разных заданий. Вот, первая секция это разговор между двумя людьми, повседневный. Дальше у вас идет монолог, тоже повседневный, то есть это может там человек рассказывать о своей жизни, о своих интересах, что-то такое. Вот, дальше третья секция это разговор между двумя людьми, это могут быть студенты. У вас уже появляется контекст в, ну, это academic context, да, то есть люди говорят либо об обучении, либо о сессии, либо об экзаменах, либо об учителях и так далее. То есть уже в рамках академического какого-то акцента, контекста, простите. Вот, и четвертая секция это тоже монолог, опять же, на какой-то учебный, на какую-то учебную тему. Вот, это может быть, например, лекция. И здесь вы выполняете задание последовательно, то есть вы слушаете, читаете вопрос и слушаете, отвечаете, слушаете и отвечаете. Вот, в то время как в TOEFL сначала вы слушаете лекцию по какой-то теме, где-то примерно 15 минут, а потом вы уже выполняете задание. Это опять множественный выбор, да, то есть вопрос и три варианта, вопрос, три варианта, ну или четыре там. Вот, то есть вот разница в listening такая. Дальше, где можно зарегистрироваться на эти экзамены, где можно найти более подробную информацию и тра-ля-ля, мы все ссылки приложим к этому видео обязательно, вот, так что переходите, смотрите. В принципе, с IELTS проблем никаких нету, потому что центры сдачи этого экзамена есть в каждом городе, в каждом городе. Так что за это не переживайте, если вы хотите это сдать, пожалуйста. Вот, ну и цены, в принципе, они что IELTS, что TOEFL одинаковые. Это примерно, ну, где-то до 250 евро. Почему я говорю в евро? Потому что у вас будут принимать оплату либо по, ну, как бы в фунтах, либо в евро, да, с пересчетом на рубли по курсу Центробанка. Поэтому тоже об этом это имейте в виду. Самые два главных различия между двумя этими экзаменами – это системы оценивания, во-первых. В TOEFL вы можете получить максимально 120 баллов, в то время как в IELTS максимальное количество баллов равняется 9. Вот, и 9 – это вообще уровень бог. Вот, и еще последнее различие, тоже немаловажное. TOEFL вы можете сдавать с уровня A1, A1, да, то есть самого элементарного. В то время как в IELTS вы можете сдавать уровень уже с B1. Это pre-intermediate, до уровень ниже среднего, да. Но это не элементарный уровень, поэтому тоже будьте внимательны. Вам нужно немножко просто подтянуть свой общий английский для того, чтобы уже готовиться к этому экзамену. Вот, имейте это в виду, мои дорогие друзья. А мы с вами едем к кембриджским экзаменам. Еще раз напомню основную разницу между TOEFL и IELTS и кембриджскими экзаменами, что TOEFL и IELTS у нас действуют только 2 года, а кембриджские экзамены даются, ну, сертификаты, которые вы получаете, даются на всю жизнь. Вы сейчас поймете, почему. Давайте начнем с вами с того, что я вам скажу, какие вообще они существуют, эти экзамены. Во-первых, это CAT, это Key English Test. Когда вы получаете, ну, когда вы сдаете этот экзамен, и если вам дают сертификат, тоже. Я сейчас объясню, что такое если. Вы получаете уровень elementary, да, то есть, это подтверждение элементарного владения языком. Дальше у нас идет PET, P-E-T, Preliminary. Это уже уровень владения pre-intermediate. Далее, FCE, First Certificate of English. Как бы первый английский сертификат. Это уровень intermediate. Дальше CAE, Cambridge, sorry, Certificate of Advanced English. Продвинутый уже уровень владения. И уровень бог, это CPE, Certificate of Proficiency in English. Это уже владение языком на уровне носителя языка. Ух, ну, надо стремиться, правильно? Вот, собственно говоря, в чем здесь разница вообще подхода? Почему существует IELTS и почему существуют все другие экзамены? Вот, IELTS нам нужен для того, чтобы сдать и получить какой-то определенный балл, проходной балл для того, чтобы, ну, балл, который требуется, там, какими-то заведениями, для которых мы, собственно говоря, этот экзамен издаем. То есть, например, там, для поступления в ВУЗа обычно, ну, от пяти баллов IELTS. То есть, в любом случае вы получите сертификат, только у вас будет оценка определенная. Например, для получения визы или чего-то балл может быть ниже или выше и прочее. То есть, у вас есть какая-то шкала, которая определяет уровень владения языком. То же самое в TOEFL. Вы получаете баллы за это. А когда вы сдаете вот эти кембриджские экзамены, ваш уровень языка должен соответствовать тому экзамену, на который вы идете. То есть, вы, например, учите и учите язык. Допустим, вы думаете такие, а надо бы проверить вообще, я там intermediate или что? И пошли сдавать first certificate of English. Вот, получили этот сертификат, и вот вам подтверждение, да, действительно, вы знаете уже английский язык на уровень intermediate. Здесь у нас другая система. Вы можете сертификат получить, либо не получить вовсе. То есть, в первых двух экзаменах вы как бы получаете оценки, во-вторых, вы получаете сертификат, подтверждающий ваш уровень языка. Да, тут другие системы. Вот, то есть, соответственно, вы как бы по идее должны прийти на экзамен, да, например, на вот это вот FCE. И вам этот экзамен должен подходить как бы по размеру, да, то есть, он не должен у вас вызывать никаких трудностей. А теперь с вами рассмотрим разницу между IELTS и TOEFL и кембриджскими экзаменами в плане формата, структуры, вопросов и прочего, прочего, прочего на свете. Итак, я рассмотрю эту разницу на примере IELTS и CAE. Вообще, подчеркну сразу, что все кембриджские экзамены имеют одну и ту же структуру. Различается только сложность вопросов, сложность текстов, listening и всего прочего, что вы там делаете. Посмотрим на структуру. Как мы уже знаем, в IELTS у нас четыре секции на четыре скилла, которые оцениваются. Это listening, это reading, это writing и speaking. В CEE немножко другая структура. Первая секция это reading и use of English. Use of English это grammar и vocabulary. Это, ну, то, как вы владеете, соответственно, грамматикой, то, как вы складываете предложения, да, то, как вы понимаете, что такое collocations, словообразование и прочее. Вот. Эта секция состоит из восьми частей тоже. Ну, из восьми подсекций. Дальше у нас идет writing. Writing тоже состоит из двух частей, как и в IELTS. Это эссе. И плюс письмо тоже практического характера. Это может быть там предложение какое-нибудь, может быть вопрос, может быть открытка другу и прочее на свете. Вот. Подальше у нас идет listening, состоит оно из четырех частей. Speaking. Вот здесь вот у нас прямо огромная разница между IELTS и кемблическими экзаменами. Вот, во всяком случае CEE. В IELTS вы разговариваете с экзаменатором, да, он вам задает вопросы. И speaking занимает, ну, примерно где-то одиннадцать-тринадцать минут. В CEE вы общаетесь не с экзаменатором, да, помните то, что в IELTS вы общаетесь с экзаменатором. Экзаменатором вам задает вопросы. В части speaking там будет у вас три секции. Первая секция – это вопрос-ответ. Там вас что-то спрашивают, например, какую музыку вы любите, вы отвечаете. Ну и прочее. Вот, вторая часть вам дают карточку с заданием. Там нужно в основном, например, опишите свой самый счастливый день в жизни. Когда он произошел, с кем вы были и почему он вам так запомнился, к примеру. Вот, а третья часть – это уже более развернутый ответ, размышления на какую-то определенную тему. А в CEE вы общаетесь между… Вы общаетесь с другим человеком, который тоже сдает экзамен. Вы общаетесь между собой. И подача вопросов там немножко другая. Там вам будут предложены картинки, и вы обсуждаете либо сходство этих картинок, либо различие этих картинок и прочее. А экзаменатор вас оценивает. И не надо здесь бояться того, что вам попадется какой-то человек, который не знает английского языка. И вам будет сложно построить диалог. Нет. Экзаменатор все равно видит, на каком уровне общаетесь вы, на каком уровне общается ваш оппонент. И совершенно неважно, как у вас там завязывается, не завязывается диалог. Да, вас же не определяют там по каким-то психологическим, да. Ну, такой замкнутый. Нет. Да, определяют уровень языка. Поэтому не бойтесь все равно, тараторьте, покажите экзаменатору то, что вы знаете. Да, английский на таком уровне, на котором заявлен экзамен CE. Вот такая разница между этими экзаменами. Вот, ну и вообще, экзамен CE, он дольше, там больше вопросов, особенно в секции Reading and Use of English. Вот, и вообще на эту секцию вам потребуется полтора часа. Вот, в то время, например, как в IELTS на Reading выделено 60 минут, на Writing тоже 60 минут, час, а в CE на Writing выделено полтора часа, на Listening в IELTS выделено полчаса, в CE 40 минут, на Speaking в IELTS выделяется от 11 до 14 минут, а в CE целых 15 минут. Вот, на самом деле, это все очень строго соблюдается на экзаменах, поэтому, ну, не стоит на это забивать, ребят. Вот, потому что вы, когда идете сдавать экзамен, у вас должен быть четкий тайминг, особенно в части с Writing и Speaking, да, потому что у вас должно вот эти навыки до такого автоматизма выведены, что вот вам дается тема, вы смотрите на нее, у вас уже пошла идея, да, о чем вы будете писать, уже знаете, какие слова вам нужно употребить, как все это связать в структуру и прочее. У вас должно быть это все четко. То же самое, что в Speaking, потому что вам не дается там, не знаю, 20 минут на подумать. В IELTS, когда вам задают вопросы, в первой секции у вас вообще нет времени подумать, вы должны отвечать сразу же. В второй секции вам дается всего 2 минуты на подумать, хотя там, ну, вопрос достаточно объемный. Вот, поэтому тайминг очень важен при сдаче экзаменов, очень важен. Вот, поэтому обращайтесь на это внимание. И в заключении хочу сказать то, что вся дополнительная информация, вы можете ее найти на официальных сайтах. Еще я вам советую скачать sample-тесты, то есть примеры тестов. Они бесплатные, в свободном доступе. И их пройти просто сами для себя, чтобы, если вы начнете готовиться к этим экзаменам, чтобы понимать, какие у вас слабые и сильные стороны, да, над чем поработать. Вот, потому что sample-тест, он там обычно идет сразу с ответами. То есть вы сделали там, прошли тестирование и посмотрели, на что вы, соответственно, сдали. Вот, собственно говоря, и все, что я вам хотела сказать. Если вам нужны какие-то детали, хотите, чтобы мы сняли, например, отдельные видео по каждому экзамену, либо по секциям, да, например, IELTS Writing, это вообще популярная тема среди интернета, потому что, ну, вообще навык письма, он, в принципе, и на наших родных языках достаточно сложный. А на другом языке, естественно, сложность возрастает. Вот, поэтому пишите нам в комментариях, о чем вы бы хотели еще узнать. А я говорю вам до свидания, мои дорогие! Желаю вам успехов в английском, в экзаменах, просто в жизни, солнечного настроения. Подписывайтесь на наш канал, заходите к нам на сайт. Я вас обожаю! И see you soon! Субтитры сделал DimaTorzok